Директоры образовательных учреждений в числе первоочередных обсудили вопрос общей готовности школ к началу нового учебного года. Это вопросы безопасности школы, соответствуют стандартам и вопросы питания. Также подводили итоги прошлого учебного сезона. В этом учебном году за парты сядут более 46 тысяч школьников, а в первый класс планируют прийти без малого 6 тысяч детей. Все школы, по мнению экспертов, готовы к приему учащихся. У нас 80 детских садов, у нас 53 школы, учебных заведения. И если говорить про садики, то в сады мы примем 19 910 человек. Также будут работать школьные маршруты. На собрании обсуждалась система организации школьных перевозок. В этом году доставку детей будут осуществлять 43 автобуса в 15 образовательных учреждениях. Автобус приобретут и для коррекционной школы «Гармония». Глава округа Андрей Иванов осмотрел волейбольно-спортивную площадку, которая последний раз была реконструирована в ноябре 2014 года. По просьбам жителей здесь обновили искусственное покрытие, привели в порядок ограждения, добавили сетки, футбольные ворота, баскетбольные кольца и установили оборудование для видеонаблюдения, заведенное в систему «Безопасный регион». Детская спортивная площадка, так ее назовем, она по большому счету для любого возраста. Доступ открыт, могут заниматься и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. Здесь начиналась когда-то профессиональную игровую деятельность команды «Заречья» на этой баскетбольной площадке. Поэтому место, как мы говорим, намоленное уже жителями. Глава муниципалитета уверен, что поддерживать спортивные объекты важно. Развитие массового спорта – один из главных приоритетов для округа.